всем большой привет из норвегии как я вам и обещала сегодня мы продолжаем с вами смотреть как обустроен дом норвежцев и мы вышли с вами за пределы дома и я сегодня вам покажу как выглядят так сказать окрестности дома ну знаете я немножечко вам солгала в прошлом видео о норвежском доме о том что нет высоких заборов не высоких заборов что нет забора забора конечно есть вот например между одними нашими соседями и пожилой женщины которая живет с этой стороны если мы будем смотреть здесь еще одни соседи у нас живут и здесь тоже есть заборчик и если я заверну в третью сторону я не буду подходить туда близко к нашим третьим соседям здесь имеется так сказать заграждение но как вы заметили все эти заграждения невысокие и мой супруг постарался сделать так сказать живую изгородь посадила здесь елочки такие но они вырастут и скоро будут представлять собой ну что-то вроде такой живой изгороди с теми соседями был кустарник у нас он так и есть и со стороны других соседей тоже опять елочки а здесь находится у нас не сарай конечно нет там у меня находится садовая будка инструмента всевозможность спрятана здесь у моего мужа имеется ну что-то вроде такой мастерской мастерит всякую ерунду себе это надо заходить и смотреть но он мне не разрешил спрашиваю разрешение конечно запретил там снимать и что из растений имеется нет салаванда уже три года кстати она где-то тут у меня подо мной под ногами где-то кустик надо собрать его и высадить выкопать вернее но вот этот кустик они одинакового возраста с лавандой но это почему-то как-то не очень выглядит непрезентабельно и вот то что осталось вот анютины глазок которые я сажала в мае сейчас они уже не очень хорошо хорошо выглядят возле входной двери тоже вот такая композиция из растений и небольшое деревце такая туя кстати туя большая у нас растет еще и вот здесь возле дома здесь у меня маленький такой палисадничек знаете я решила снять сегодня утянула тянула потому что думаю если дотяну еще то пусть собственно говоря уже снимать нечего все цветет и придет такое негодное состояние но я знаете ждала думаю вот это вот зацветет она как одно зацветает другое отцветает и поэтому чтобы так вот показать вот например пионы да они же давно уже цвели а если брать например здесь у меня не помню название этих растений они скоро зацветут не помню и тоже вылетело название представляете мне два георгины вот а георгина как раз таки в цвету все затем имеется здесь бегония и кстати больше 30 лет это мне свекровь дала отдала когда они переезжали в другой дом и в этом году они не очень выглядят бегонии в прошлом году как-то поярче мы были то ли это было по прохладнее а в этом году жарче не знаю но каждый каждую осень нужно выкапывать корневище и сохранять его ну вот это у меня два подарка девушка одна подарила мне которая со мной работает кстати вот этот георгин мне подарили соседи то что я за кошечкой присматривала когда они были в отпуске и вот этот желтый георгин мне тоже девушка работает сотрудница моя подарила мне вот я ухаживаю за этим цветничком я конечно собираюсь в будущем здесь что-то как-то обустроить из многолетних растений в общем буду думать если взять соседи которые живут у нас здесь в этом доме мы с ними дружим вот у них там конечно красота ну как красота более так или менее у них многолетниками все обустроено если так можно выразиться и я хочу спросить у соседки название растений уже приобрести себе а здесь у меня моя гордость моё маленькое приобретение в этом году это вот такая тепличка шикарно посмотрите я здесь обустроила такую зону отдыха здесь меня стульчик столик муж мне подарил буквально вчера будешь сидеть кофе пить и вот здесь у меня растение которое осталось еще с прошлого года слушайте вылетела название как всегда то что ж такой хоть хоть вот бери записывай сейчас вспомню скажу но вы уже догадались что это пеларгония называется да все время забываю ладно что еще у меня здесь огурчики посадила я их поздновато в этом году но ведь уже там что-то наклевывается то есть урожай будет затем здесь вот еще одни огурчики у меня тоже скоро будут и конечно главная гордость это помидоры томаты у меня были повреждены морозом это целая эпопея но посмотрите какие они вымахали я может быть после этого сюжета вставлю сюжет о том как померзли мои томаты где-то в начале апреля месяца ну а тут они у меня знаете вымахали какие я тут в перемешку и черри и более вот такие крупные созревают так где же у меня через здесь есть вот они вот они малыши ох ох по моему он у меня потерялся сорвала я его ну да ладно их там много очень просто искать нужно показывать дальше это у меня паприка беда тоже с этой паприкой произошла потому что здесь очень влажный климат но вот в том месте где мы с вами снимаем где я проживаю и здесь как только пройдет дождь начинается нашествие слизней убирая не убирая их убирала конечно тут все выкорчевывала от них но бесполезно кладки их не так но здесь у меня вот такая паприка тоже скоро вырастет зелененькая хочется все таки мне вам черри показать залезть в сад вот этот вот они они вот они красульки так здесь у меня еще видите части растений в грунте я посадила часть вот таких вот в в вебрах в черных и вот здесь более крупные такие экземпляры растут здесь у меня петрушечка кстати семена привозила из россии называется кучерявец как-то так это укроп грибовский я вот сейчас сниму и все это порежу размельчу и заморожу на зиму ветер чего-то сегодня ну и вот здесь опять это же растение пеларгония но она не пеларгония называется по-другому мы ее русским называем так вот это вот физалис физалис и он тут уже у меня тут у меня немного чего интересного это базилик лук и и розмарин или майоран правильно называется второе название но это так баловство такая у меня беседочка беседочка тепличка два в одном и вот тоже приобрела недавно такой столик я показывала вам его в своем в каком-то видео столик для высадки растений хочу покрасить в черный цвет чтобы здесь все так сказать было в едином стиле ну и как видите здесь уже здесь уже территорию где находится газон один родственник мой я по скайпе показывала ну вот окрестности нашего дома с воронежской области выращивает возле своего дома ну в общем чего только не выращивает и картошку и помидоры и огурцы и все 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 в общем у него там растет и он так посмотрел и говорит это что что-то столько земли пропадает почему говорит вы ничего не засаживаете ну не принято здесь вот покажу вам со стороны если смотреть улицы то идет у нас заборчик и вот здесь опять елочки по всему периметру муж высадил здесь такая у нас яблоня растет слава богу в этом году она плодоносить не будет ну там есть яблочки висят ну так не очень из фруктовых деревьев у нас мало что есть вот кроме этой яблони которой посягается мой муж постоянно удалять спиливать ну а так здесь имеется сакура конечно весной нужно было бы ее показывать сливку посадил и там дальше еще одно маленькое деревце черешенка но все склевывают птицы я купила сетку для сохранения фруктов чтобы птицы не съедали сорок очень много у нас нет голубей нету воробьев есть воробьи но очень мало в основном чайки и сороки и вот сороки все поедают так ну вот сюда мы уже перешли бархатцы и здесь у меня еще одна клумбочка я бы конечно хотела здесь какие-то многолетники высадить но пока только картофель растет еще не зацвел потому что я его тоже поздно посадила не знаю как какой урожай будет но это знаете баловство конечно вот эти вот помидоры и огурцы ну все это покупается и стоит это очень дешево здесь это просто чисто хобби вот здесь тоже постепенно растут растения пион и лилия появилась ну это тоже все что собственно говоря осталось от анютиных глазок там тоже такая композиция бархатцы и мне очень нравится вот эта вот подсветочка из магазина фикс прайс такая птичка у нас в России покупала у практически у всех норвежцев имеются террасы я вам сейчас покажу и вот такие пристенные лесенки рядом с которыми в основном сажаются розы у нас два вида роз сейчас мы поближе подойдем и покажу вот но это могут быть совершенно другие какие-то растения не обязательно розы но в основном розы у кого-то красные у кого-то белые ни один норвежский дом не обходится без вот такой вот террасы у нас принято называть это палубой деревянной у всех есть вот такие палубы террасы на которых можно посидеть на которых стоят диванчики так как у нас такая дождливая погода там нету подушек но там у нас обычно лежат подушки когда гости приходят то все рассаживаются вот именно там но это те самые розочки о которых я вам только что говорила они красавцы такие подсвечники и так растений много я вам выдам такой секрет что все цветущие растения норвежцы просто обожают но мало кто их выращивает сам все покупают эти цветы по весне обычно это ближе к 17 мая дню независимости и все украшают свои садики вот такими вот красотами так же как и мы тоже я в своих видео уже показывала и рассказывала про закупку растений здесь вот у нас еще сирень есть она очень красиво цветет где-то в начале июня в конце мая так еще одна гортензия очень красивая и здесь вот такие ромашечки мой товарищ викинг собрался делать собрался делать пищу на гриле поэтому мы с вами будем прощаться и увидимся в моих следующих видео пока пока ну вот такая печалька произошла с моими помидорами с моей рассадой помидоров два дня назад они у меня находились здесь здесь в парничке как в принципе до этого ну где-то полторы недели стояла теплая погода и все с ними было нормально ночевали ну а в одну из ночей два дня назад был видимо мороз и когда я утром зашла то все мои помидоры оказались вот в таком состоянии это у меня еще перчик здесь ну перчик особо не пострадал с ним все нормально а вот томаты ой-ой-ой-ой-ой ну я в интернете прочитала что нужно обрезать все все вот эти вот черные части и попробовать реанимировать их не знаю что получится рассказ рассказ мой будет неполным если я не покажу вам ну сады и огороды конечно огородов нет здесь у других жителей вот так вот иду хорошо что сейчас дождь утро никого не веду вообще сломать конечно запрещено чужие домовладения но все равно так сказать можно увидеть что видите домики стоят в ряд то есть здесь вообще вот даже заборов нет заходи смотри заходи смотри в окна что происходит у людей здесь жалюзи висят не очень интересно здесь такие интересные сейчас я так сделаю интересные композиции ну то есть видите все открыто заглядывай смотри как у простых норвежцев кипит так сказать повседневная жизнь но особо не заглянешь потому что сейчас утро день а вот зимой я вас уверяю видно очень хорошо вот здесь мне очень нравится такая приусадебная эти вот территории у людей с выходом к морю не к морю а к фьюрду ну к морю это же залив и вот здесь видите у них террасы ну то есть это альтернатива саду прошу прощения за звуки потому что сзади находится завод здесь конечно люди побогаче живут так это альтернатива саду вот такие вот террасы тут тоже очень красиво посмотрите тропиночка такая уходящая к воде о какая красота ну и вот тоже такие местные каменные джунгли а там наш центр города покажу тоже как нибудь вам ну вот давайте теперь здесь посмотрим как у более простых людей это мы поднимаемся вверх в горы я еду на работу и что здесь у людей тоже видите здесь люди живут попроще по беднее очень много приезжих из Прибалтики, из Польши и вот здесь Саша, да? он видите единственный у кого я здесь видела есть ах ну еще как-нибудь покажу то есть у них есть тепличка и такой небольшой огород это см это а